Уголовное дело завели по факту украшение вертолета в Октябрьской области. ЧП произошло в субботу в районе поселка Саржар Мартухского района. На территории аэродрома при выполнении учебно-тренировочных полетов жесткую посадку с последующим возгоранием топливных баков совершил вертолет Ми-8. На его борту находились три члена экипажа. Один из них от полученных травм скончался до приезда скорой. Двоим пострадавшим помощь оказали медики Мартухской районной больницы. Затем летчиков на самолете доставили в областной центр. Их встретили две реанимационные бригады и доставили в стационар. По словам врачей, пациенты в сознании отвечают на вопросы. На сегодняшний день состояние обеих пациентов стабильное, средней тяжести. Для дальнейшего лечения будет переведено в отделение нейрохирургии и травматологии. Операции не нуждаются. У них комбинированные травмы. Это есть черепно-мозговая травма, множественные ошибки грудной клетки, легких, брюшной полости, множественные ссадины, конечности. И есть ожоги. Ожоги небольшие, 1%. Сейчас на месте крушения работает спецкомиссия. В Минобороны сообщили, что причиной авиационного инцидента могла стать техническая неисправность. Окончательные выводы будут сделаны после проведения следствия. Ведомстве отметили последний капремонт. Упавший вертолет проходил в прошлом году. А экипаж имеет большой опыт и соответствующую подготовку для выполнения задач в сложных метеоусловиях. При жесткой посадке пострадали командир авиационной эскадрильи военного института сил воздушной обороны Бибарыс Ибраев и старший летчик, инструктор учебно-тренировочного авиационного центра Рустем Негметов. Сегодня в военном институте простились с Батыром Уразумбетовым. Его похоронили в Ак-Тубе. Погибший офицер работал инструктором авиационной эскадрильи. Ему было 36 лет. В связи со случившейся трагедией выражаем соболезнования родителям, родным и близким погибшего. Мы только что посетили его семью и выразили слова соболезнования. Родным погибшего военнослужащего, а также пострадавшим, будет оказана вся необходимая помощь. Продолжение следует...